Всем привет! Меня зовут Владимир и я рад вас приветствовать на своем канале, посвященном электронике, технологиям и аксессуарам. Сегодня речь пойдет о браслете Honor Band 5. Я его купил в интернет-магазине и уже 10 дней примерно пользуюсь. Я протестил его, ходил с ним в бассейн, катался на велосипеде и будет некоторое сравнение с моими предыдущими часами MS Fitbip. Ну и Mi Band 4, главный соперник, тоже будет незримо присутствовать, хотя его у меня на руках сейчас нет. Ну давайте начнем с преимуществ. Какие у него плюсы? Маленький размер, на руке они почти что не чувствуются. Если MS Fitbip тоже позиционируются как легкие часы, то это очень легкий фитнес-трекер. При отжимании и вообще при использовании достаточно сложно случайно нажать кнопку. Если я с MS Fitbip отжимался, то иногда мог случайно длительное нажатие рукой и запустить тренировку. Здесь такого проблематично сделать. Очень удобный ремешок. Его сложно расстегнуть. Вот специально есть порожек, который не дает застежки расстегиваться. Пока из тех, что я видел, это самый удобный ремешок. И его даже не хочется менять на что-то иное. Для того, чтобы зарядить часы, их нет необходимости снимать, как в Mi Band 4 капсулу. Контакт зарядки снизу находится. И проблем это никаких не вызывает. Так, сейчас я застегну обратно. И застегивается тоже достаточно легко. Так, что конструкцию можно свободно занести в плюс. Потом, что я хочу сказать. Следующий плюс это экран. Экран по OLED технологии. Напомню, в MS Fitbip экран трансфлективный. У каждого есть свои плюсы и минусы. У Honor Band он горит несколько секунд, потом тухнет. В принципе, меня это устраивает. Когда я вращаю кистью, то, соответственно, экран загорается. Это можно все сделать в настройках. Заходим в Я. Honor Band 5. И активируем опцию активации экрана поднятием запястья. Очень удобно. Раз уж мы сюда зашли, тогда давайте еще вот одна интересная настройка. Напоминание, когда вы сидите дольше часа, появляется на браслете уведомление, что встаньте, подвигайтесь. В обычной жизни это, ну, бывает не так часто. А хорошо заметно, когда едешь в общественном транспорте на длительное расстояние. Там вот как раз ты сел в автобус, час проехал, и тебе браслет вибрирует. То есть ты понимаешь, что он точно уловил момент, когда ты перестал ходить и сел. Хотя даже руками ты так же двигаешь, когда сидишь. Вот. По поводу яркости экрана. У меня никаких претензий к яркости нету. В настройках по умолчанию стоит уровень яркости 3 из 5. Мне этого достаточно. Даже на ярком солнце изображение хорошо видно. Можно уменьшить яркость в темное время суток. Кнопка единственная возвращает нас на главный экран. Меню пролистывает циклически. Приятная анимация присутствует. Если вы заходите в какой-то пункт меню, допустим яркость, обратно вернутся свайп от края к центру. Так, с этим разбрались. Следующий пункт это сон. Мониторинг сна. Нужен он, конечно, небольшому количеству людей. Но все же я хочу сравнить, как это сделано у Xiaomi и у Honor. В приложении Huawei Здоровье заходим на главную страницу. Сон. И он показывает, как вы спали этой ночью. Кроме определения фаз глубокого, легкого и быстрого сна, можно вот точно прямо в какое время, как вы спали, посмотреть. И приложение дает оценку, насколько вы хорошо спали. Учитывается также дневной сон. Сегодня днем не спал, вот в какой день. Немного я лег отдохнуть. И вот он пока дневной сон. Что приятно, есть подробная информация по многим функциям, связанным со спортом, со здоровьем. То есть у Xiaomi это реализовано хуже. Вот я могу вам показать приложение Mi Fit. Здесь что отображает? Общее время сна, время засыпания, фаза сна только определяет медленный и быстрый сон, дневной сон не определяет вообще. Не, мне конечно интересно, что я заснул раньше там стольки процентов пользователей или у меня сон был длиннее. Ну, как бы Honor в этом плане сделали все более интересно. Huawei приложение выигрывает. Так, кроме того, можно сказать про информативность. Давайте зайдем в настройки порог границ пульса. Есть такая интересная штука, как, какие зоны пульса выставляются у вас. Я вот на это не обращал внимания, а вот если зайти, допустим, профиль, то ты вводишь данные о себе. Здесь используется сколько вам лет. Есть подробная информация, то есть берется 220, из него вычитается ваш возраст, и это будет максимальный пульс. Автоматически он выставляется в зависимости от данных, которые вы ввели о себе. Но можно его подправить еще и вручную. Мы это делать не будем. И самое приятное, здесь все есть подробно. То есть вот каждая зона, она расписывается. К примеру, анаэробная зона от 80 до 90% пульса от вот этого максимального числа. 220 минус ваш возраст. Чему это соответствует? Это темповый бег, крейсерские интервалы. Не надо искать в интернете, что значит каждый пункт. Вот, допустим, откроем какую-нибудь мою тренировку. Я катался на велосипеде. И здесь вот есть пульс. Какие зоны, сколько минут. И можно получить достаточно подробную информацию или про плавание. Ты видишь всю свою статистику, эффективность. И вот есть параметр SWOLF. И написано, что он значит. Это эффективность при плавании. Чем он меньше, тем лучше. То есть приложение здоровья это такой мини-справочник по фитнес-функциям, по сну. И вообще очень продуманная эта функция. Давайте пойдем дальше. Какие можно еще плюсы выделить? Есть умный будильник. Так, где он там? Он находится здесь. Да. Будильник. Можно задать до пяти будильников. И умный он будет. То есть, если вы не проснулись, он через какое-то время позвонит еще раз. Напоминаю, главный конкурент, то есть это Xiaomi Mi Band или Amazfit Bip. У них умного будильника в стандартном приложении Mi Fit нет. Надо что-то доустанавливать стороннее. Так что, можно это отнести в плюсы к браслету Honor Band 5. Что еще можно посмотреть на экране? на экране одинарное нажатие показывает уровень браслета, уровень заряда аккумулятора, состояние Bluetooth, погоду на текущий момент. Сейчас он камер сфокусировала. Вот погодный текущий момент, который берется с телефона. И еще состояние не беспокоить. То есть, там отображается как месяц, что на браслет сейчас уведомлений приходить не будет. Что как бы я уже сейчас готовлюсь ко сну. Это все задается в настройках. Настройки управления уведомлениями нет, не здесь. Сейчас секундочку зайдем. Да, не беспокоить. То есть, в 11 часов каждый день, сейчас я сфокусируюсь, в 11 часов каждый день будет включаться функция не беспокоить. Все можно настроить. Так, что еще можно про анимацию интерфейса я сказал. Все так очень красиво прорисовано. из коробки Honor Band 5 был похож на Honor Band 4 с прошивкой потом пришло обновление, которое добавило пункт меню уровень кислорода в крови. Ну, давайте измерим. Приложение предлагает затянуть нам ремешок. видно, что там красный датчик измеряет уровень. Одно небольшое уточнение, что там в программе пишется нормальный уровень от 90 до 100. Но люди пишут, что если у тебя уровень кислорода в крови 90%, то это уже надо скорую вызывать. Обычный нормальный уровень от 97 до 100%. У меня самый низкий был где-то 94-95 прям после тяжелой такой хардовой тренировки на велосипеде. И потом он через несколько минут опять поднялся до 97-98%. Забавно было за этим наблюдать. видите, 97% показывает здесь пульс. интересная функция. Скажу пару слов про циферблаты. Циферблатов здесь в приложении 8 штук. Можно выбрать изначально было их 3. Давайте еще раз. Был 3. Софтов несколько штук добавили. но меня не это раздражает. В принципе Huawei на правильном пути пошли, что у Mi Band появился у их главного конкурента цветной экран и они к этому цветному экрану сделали очень много watch фейсов. То есть вариантов иконок времени пройденных шагов потраченных калорий а у Honor у них было всего 3 watch face на выбор и здесь вот в приложении по идее когда ты выбираешь модель своего браслета сейчас сфокусируюсь то должно показываться какие watch фейсы ты можешь выбрать именно из приложения. Но у меня я изставил приложение с Play Market у меня такого пункта меню нет. Я вот здесь сейчас выведу скриншот из обзора там вот это есть. У меня почему-то этого нет. Но не буду я это все заносить в минус потому что если у кого-то есть возможно программное обеспечение потом доработает и у меня тоже появится. Если уж говорить о минусах можно отметить то что нет управления музыкой. В Mi Band 4 мы это реализовали в Honor такой функции нет. Это как бы можно действительно занести минусы. Нет GPS. GPS есть в Amazfit Bip то есть можно запускать прямо с часов тренировки. Я могу показать в чем отличие. Если я запускаю тренировку со смартфона смартфона я допустим запустил со смартфона смартфон можно запустить тренировку только велотренажер. Давай сейчас я выберу. Кстати с браслета можно посмотреть сон в том числе дневной. Не помню говорил об этом или нет. Выбираем тренировка и здесь можно выбрать велотренажер а велосипеда нету. Велосипед можно запустить только из приложения. Я думаю вы догадываетесь в чем отличие. Вот есть велосипед тренировка. Отличие в чем если вы выбираете велотренажер со смартфона у вас измеряется только пульс. Пульс и все зоны этого пульса показываются но трек с тренировкой не строится и скорость движения на велосипеде тоже не определяется. А вот если вы запускаете тренировку со смартфона в том числе с часов ее можно приостановить поставить паузу или на стоп. и тут уже доступны параметры скорость также доступен пульс и информации уже побольше будет. Так что вот в этом отличие. Но справедливости ради скажу что в браслетах GPS ставят достаточно редко по крайней мере в недорогих устройствах. МС это одно из исключений где часы примерно за 60 долларов за 4000 рублей в них есть встроенный GPS. Какие еще минусы можно? Некоторые фрезы в интерфейсе присутствуют. Давайте я вот сейчас попробую прокручу менюшку. сейчас достаточно все плавненько но иногда некоторые подергивания заметно. Да вот видите общение но это тоже такое на любителя кому-то это будет раздражать а кому-то вообще все равно. Если сравнивать с мейсфит бип то тут трансликтивный дисплей тут вообще никакой анимации нету это как бы напоминает о дисплеях старых мобильных телефонов 10-15 летней давности когда были TFT матрица что еще можно сказать какие у меня были неприятности браслет несколько раз самопроизвольно отключался от смартфона то есть он терял bluetooth соединение и его обратно не восстанавливал закономерности я в этом не увидел то есть в каких-то случаях он восстанавливал соединение в каких-то нет но есть такие проблемы и поэтому часто бывает что проблематично получить вовремя уведомление и можно его пропустить что еще можно сказать некоторые есть неточности в тренировках но сейчас уже видео и так достаточно длительное я думаю расскажу об этом в следующий раз кстати поставь палец вверх и напиши в комментарии если ты хочешь увидеть подобное видео я его подготовлю то есть подробно разбор всех тренировок что правильно посчитал что неправильно и вообще я советую если вам эта тема интересна подпишись на мой канал всегда появляется что-то интересное я рассказываю о устройствах аксессуарах различных гаджетах технологиях и мне приятно будет услышать от вас какой-то отзыв о своей работе жду вас в комментариях под видео напишите купили бы вы себе такой гаджет Honor Band 5 ну что до новых встреч всем спасибо пока пока